Среди победителей от Компартии депутат Совета Ростовкинского сельского поселения Екатерина Бондаренко коммунистке удалось преодолеть мощный административный ресурс, который, к слову, проявился и в день голосования. В этом убедилась наша съемочная группа и народный избранник от КПРФ Константин Качев. Из этой предвыборной гонки Екатерина Бондаренко вышла победителем. Теперь уже депутату Совета Ростовкинского сельского поселения пришлось на себе испытать все приемы тяжеловесных противников. Сторонники провластных оппонентов не брезговали обычными сплетнями, вранью поверили и в тики. В плакате со сведениями о кандидатах территориальная избирательная комиссия допустила несколько ошибок. В итоге информацию об омской прописке коммунистской из Ростовки и отсутствии высшего образования все же заклеили правдой. Сравнивая меня с конкурентом, мне говорили о том, что у него среднее образование, у меня высшее образование. То есть это было мне в плюс. Территориальная комиссия прислала плакат, в котором было написано, что я живу в Омске и у меня образование среднее. То есть меня специально принизили, я считаю. В планах депутата от КПРФ еще одна напряженная борьба. Екатерина Бондаренко хочет преобразить свою деревню. И сделать в поселке нужно многое. Судя по результатам голосования, большинство селян с этим полностью согласны. Но признаться в этом никто не захотел. Да и жизнь в Ростовке люди называли просто сказочной. Как выяснилось позже, причиной показного единодушия стало присутствие главы сельского поселения. В нарушении закона Ольга Попова зачем-то наблюдала за пришедшими на выборы людьми. К выходу чиновницу сопроводил депутат регионального парламента Константин Ткачев. Никто никуда кого убирать не будет. Ольга Борисовна, а вы здесь что делаете? Я вам еще раз говорю. Вы здесь что делаете? Не трогай. Саш, убери. Давайте не ломайте двери в кабинет. Вы здесь что делаете? Голова поселения. Я пришла посмотреть работу в Берангарске. Вы здесь целый день находитесь уже? Нет, я только что подошла. Только что? Вы здесь сидели и смотрели. Что вы здесь делаете? Вы не имеете права здесь находиться. Я не хочу с вами разговаривать. Спокойно, не трогай меня. Покиньте помещение. Покиньте. Покиньте участки. Покиньте, уважаемый глава. На улице, куда так не хотела выходить глава сельского поселения, ждала неприятная картина. Школа, в которой расположились два избирательных участка Ростовки, в середине сентября оказалась без крыши. Когда будет окончен ремонт кровли, Ольга Попова ответить не смогла. Вину, конечно же, свалила на управление образования, что никак не оправдало отсутствие у чиновницы элементарной информации и, видимо, какого-либо интереса к этому вопросу. Что со школой? Почему школа не готова к первому сентября? Я готова вам отвечать на этот вопрос. Школа принята к первому сентября? Это вопрос управления образованием. Школа принята? А как вы приняли тогда школу, когда она без крыши стоит? Скажите, пожалуйста, Ольга Борисовна. Я не принимала. Еще раз. Члены приемной комиссии? Мы не члены приемной комиссии. Вы не присутствовали, да, Ольга Борисовна? Да, я не присутствовала. То есть вам все равно? Вам главное поправьте в Конституции, вам голосование, а ученики будут без крыши сидеть. Правильно понимаю, Ольга Борисовна? После долгих пререканий глава попыталась вернуться на участок. Путь ей преградил лишь депутат-коммунист. Полиция блюсти закон почему-то отказалась. Вот здесь, пожалуйста, пусть сидит на участке, не имеет никакого права. Тем более глава, глава сельского поселения. Пожалуйста. Я не буду ограничивать никого здесь. Совершенно очевидно, что местным блюстителям порядка было абсолютно не до массы нарушений и в предвыборный период. Никто из властей не обратил внимания ни на распространение ложных сведений, ни на явное давление на избирателей. В условиях единодушного противостояния со стороны власти и всех уровней кандидату от Компартии удалось выиграть выборные гонки. Теперь коммунистка будет всеми силами оправдывать доверие людей. Сама Екатерина Бондаренко, многодетная мама, стараться будет прежде всего для своих троих детей. Для них депутат Совета поселения будет бороться за лучшее будущее и сможет преодолеть все преграды.